Выборы членов Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь – это то мероприятие, на которое приезжают народные избранники со всего региона. Масштаб от районного до областного. Согласно Избирательному кодексу Республики, для признания правомощности выборов необходимо присутствие не менее половины представителей корпуса. 496 участников, а это порядка 80% от общего количества депутатов, сегодня определяли, кто же будет представлять регион в столице. Граждане нашей страны достойны того, чтобы жить в стабильно развивающейся, богатой, процветающей стране. Депутат Совета Республики должен знать и понимать многочисленные проблемы, стоящие как перед государством в целом, так и перед каждым отдельно взятым его гражданином. На протяжении длительного времени, находясь на руководящем посту Большого медицинского учреждения, возглавляя постоянную комиссию по вопросам социально-культурной сферы и социальной защиты населения Брестского областного совета депутатов, я ощутил и пропустил через себя все болевые и важные вопросы в социальной области общественных отношений, понял, насколько важна функция законодательного органа в обеспечении стабильности страны, справедливости и качества жизни членам нашего общества. Александр Карпинский – главный врач областной больницы. Один из восьми кандидатур, представленных для голосования. Сегодня его имя ассоциируют с серьезным прорывом в региональной медицине. Доктор наук, хирург, талантливый наставник и руководитель. В работе совета планирует развивать социальную сферу и медицину. Я стал на Брещене и в этой стране, получил образование, стал человеком и пришло время отдавать долги. И работая в Совете Республики, я думаю, что я обязан каким-то образом повлиять на ситуацию в стране, в том плане, чтобы в дальнейшем улучшалась экономическая ситуация в стране, чтобы социальные вопросы решались. Восемь лидеров, восемь представителей различных сфер деятельности, здравоохранения, юриспруденции, права, промышленность. Репутация каждого кандидата подкреплена конкретными достижениями в своих сферах. А лидерского потенциала хватит на то, чтобы кроме основной занятости разбираться в нюансах социальной и экономической жизни страны. Адвокату близки проблемы людей, потому что мы ежедневно встречаемся с гражданами на приемах, на каких-то общественных приемах. Они к нам приходят в консультации, в наше бюро, и поэтому вот эти проблемы, они нам очень близки. И, наверное, для того, чтобы помочь решить эти проблемы, решить проблемы региона, потому что, например, я работаю председателем коллегии Брестской областной, коллегии адвокатов, и часто бываю, практически каждый месяц бываю в одном из районов нашей области. И, безусловно, конечно, тоже знаю о проблемах, о тех проблемах, которые есть в районе. Хотелось бы в первую очередь поспособствовать через принятие республиканских программ решению вот тех проблем, которые волнуют сегодня людей. Это, в первую очередь, проблема качества питьевой воды. Это вопросы обеспечения местами в дошкольных учреждениях. Это сегодня вопросы строительства жилья многодетным семьям на селе, чтобы многодетные семьи не уезжали сегодня в город. Возраст от 30 лет, не менее пяти из которых каждый представитель должен прожить на территории выдвигающего его региона. Это только малая часть требований, которые предъявлялись к предлагаемым кандидатам. Программы озвучены, интересующие вопросы рассмотрены. Результат – за голосованием, которое проводилось согласно регламенту, определенному избирательным кодексом Беларуси. Меня порадовало в первую очередь представительство территориальных наших советов, которые действительно проявили высокий государственный подход, я бы сказал, целеустремленность, понимая, что какой вопрос важный решается, это в первую очередь. С другой стороны, очень активное представительство со стороны выдвинувших кандидатов, которые выступали сегодня в поддержку кандидатов, за которых сейчас будет проходить голосование. И, скажем так, очень важный момент, который мы отслеживали от начала до конца, с момента выдвижения кандидатов в депутаты, регистрация. Сегодня появились кандидатами действительно достойные люди, сами по себе, плюс профессионалы своего дела, в своей профессии состоявшиеся, которые действительно могут принести пользу и сделать большой вклад в деятельность национального нашего собрания и его высшей палаты. Голосование состоялось, пока в зале был объявлен прерыв, в коридорах шло активное обсуждение предлагаемых программ. Около часа понадобилось счетной комиссии для того, чтобы озвучить результаты. На подставе части 7 артикула 106 выборчего кодекса Республики Беларусь подликовой комиссии выражено выбранными членами Совета Республики Национального Схода Республики Беларусь Все 8 кандидатов получили одобрение коллег, с чем их поздравил губернатор региона Анатолий Лис. Председатель облсполкома уверен, такие результаты говорят о том, что люди знают, кого они выбирают и надеются на то, что их мнение услышат, а интересы поддержат. Прежде всего я хотел бы выразить слова благодарности депутатскому корпусу за ту активную, продуктивную работу, которую вы проделали не только сегодня, участвуя в голосовании, но и при выдвижении кандидатов в члены Совета Республики. Это подтверждает то, что правильно с мест выбраны люди, тех, которых вы знаете, которые зарекомендовали себя как опытные руководители предприятий, организаций. Уже 17 ноября в стране пройдут парламентские выборы, участие в которых принимают граждане Республики Беларусь старше 18 лет. 2020 год ознаменован еще одним важным событием. В стране пройдут выборы президента. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Дород Букунович, Дмитрий Лазарчук, Телекомпания, БУК-ТВ.